Однажды, побывав на Сахалине, невозможно не влюбиться в его природу и людей, которые там проживают. Когда я в первый раз полетела на Сахалин и сошла с борта самолета, первое, что меня спросили, «А ты видела, что попала на остров?» Я ответила, «Нет, не видела. Мы ведь летели над темными грозовыми тучами, и земли я увидела только тогда, когда самолет стал снижаться над Южно-Сахалинском. Мне пообещали доказать, что я точно попала на остров. И, конечно же, доказали. Меня на машине отвезли в Корсаков и Аниву, и я увидела залив Анива. Мы съездили в Невельск, на запад от Южно-Сахалинска, и я вышла к Татарскому проливу. А еще мы побывали на востоке от областного центра, и там я ощутила остров со стороны Охотского моря. Вот так я увидела и воистину поняла, я на острове. А вы знаете, чем прежде всего угощают гостей на Сахалине? Ну, конечно же, естественно, богатством края, красной икрой, красной рыбой, крабами, а еще креветками. Я раньше и не знала о том, что их там вылавливают. Ладненько, давайте поговорим об острове по порядку. Итак, Сахалин – это самый крупный российский остров. Сахалин – это 65-й регион Российской Федерации. Длина острова с севера на юг составляет 948 километров. Проживает на Сахалине 487 тысяч человек. Название Сахалин происходит от манжурского названия реки Амур – Сахаля-Нула, что в переводе означает «скалы черной реки». Такое название было ошибочно отнесено к Сахалину, и в дальнейших изданиях географических карт печаталось уже как название острова. Основные отрасли промышленности острова – это добыча нефти и природного газа, лов и переработка рыбы. Немного истории об острове. До середины XIX века Сахалин находился под китайским влиянием, однако права на остров не были закреплены в соответствии с нормами международного права. По Симотскому трактату 1855 года между Россией и Японией Сахалин был признан их совместным неразделимым владением. Неясность такого статуса была очевидна для обеих сторон. И по Санкт-Петербургскому договору 1875 года Россия получила собственность остров Сахалин, взамен передавая Японии все Курицкие острова. После поражения Российской империи в русско-японской войне 1904-1905 годов и подписания мирного договора, Япония получила Южный Сахалин, часть острова к югу от 50-й параллели. Северный Сахалин был оккупирован Японией с 21 апреля 1920 года с момента высадки японского десанта в районе Александровска до 14 мая 1925 года до момента окончания вывода японских войск. В результате победы над Японией в ходе Второй мировой войны в состав Советского Союза была включена вся территория острова Сахалин и все Курильские острова. Особо заслуживает внимание история железной дороги Сахалина. Сахалинская железная дорога интересна тем, что на ней необычная для России узкая колея, оставшаяся в наследство от Японии. Из-за этого в СССР специально для Сахалина были спроектированы тепловозы. В настоящее время с 2004 года ведутся работы по перешивке железнодорожного пути на стандартную для России колею. Сеть железных дорог общего пользования охватывает большую часть острова. В 1950-х годах предпринималась попытка строительства тоннеля Сахалин-Материк, который был заброшен после смерти Сталина. Существует проект железнодорожной линии между Хабаровским краем и Сахалином. Предполагается сооружение мостового перехода. Длина магистрали составит в пределах 580 км. В перспективе предполагается соединение Сахалины с японским островом Хоккайдо. В настоящее время связь между материком и Сахалином осуществляется через паромную переправу. Южный Сахалинск связан авиасообщением с Москвой, Новосибирском, Хабаровском, Благовещенском и Владивостоком, а также с Японией, Южной Кореей и Китаем. Остров Сахалин имеет по большей части гористый рельеф, наивысшая точка – гора Лопатина, высота которой составляет 1609 метров. Нескончаемые ветра, дожди, туманы, метели, снегопады, повышенная влажность сформировали на острове умеренно муссонный климат, благодаря которому на Сахалине лето короткое и прохладное. Средняя температура августа – от плюс 19 градусов на юге до плюс 10 на севере. Средняя температура в январе – от минуса 6 градусов на юге до минуса 24 градусов на севере. В угоду своеобразному климату природа здесь настолько красочная и многообразна, что невозможно отвести свой взгляд от необычайных природных пейзажей. Реки здесь непревзойденно красивые, как и леса. Растительность настолько прекрасна и представлена широким ассортиментом всевозможных трав и растений, что невозможно не влюбиться в остров. Главной особенностью Сахалина является соседство южных растений и северных представителей царства флоры. Так, на юге можно увидеть тропические лианы, а лиственницы весьма неплохо чувствуют себя в окружении полярных берез. Рядом с елями нередко цветут лимоники и рододендроны. Кедры прекрасно уживаются рядом с пробковыми деревьями, а пихты украшаются цветущими гортензиями. Шиповник, жимолость и оралия часто прячутся в высоких зарослых папоротников. Такое необычное сочетание – предмет гордости острова. На острове много млекопитающих, образ жизни которых связан с морем. Это морские котики, сивучи, каланы, несколько видов нерп и китов. Сухопутные млекопитающие Сахалина – это собори, горностая, ласка, бурые медведи и лисы. На Сахалине много северных оленей, которых даже одомашливают в северных районах острова. На Сахалине большое разнообразие грибов, таких же, как и на материке. Это белые грибы, подосиновик, лисички, шампиньоны. На острове растут ягоды – дикая вишня, смородина, голубика, малина, черника, красника, клюква. А вот необычные факты представителей флоры. Сахалинский кишмиш – это не дикий виноград, а скорее родственник киви, размерами с черешню, только намного слаще своего сородича. Дальневосточный бамбук – это не стройные высокие побеги, а очень крепкий вьен, устилающий все открытые места в лесах и на сопках. А вот что еще нужно знать о Сахалине. Сахалинцы называют остальную часть России материком, а почти любую гору – сопкой. На Сахалине выпадает огромное количество осадков. Дождь может идти несколько недель, не переставая. Снег зимой выпадает до двух метров. Любимое развлечение детворы – сигание снег. С крыш гаражей и вторых этажей. Порой зимой утром невозможно выйти из подъезда. Снега наметает за ночь столько, что он засыпает дома до второго этажа. На Сахалине очень любят и почитают писателя Антона Павловича Чехова, который посетил остров в 1890 году и по итогам своего путешествия написал книгу «Остров Сахалин». В честь писателя названы улицы, культурные учреждения, ставят памятники, скульптуры, устраиваются различные фестивали и события. А если говорить о красной рыбе, то ее можно в определенный период года просто собирать руками. Настолько плотным косяком идут на нерест горбуши и кита. Правда, по закону это браконьерство. Государство ограничивает ловлю лосося в период нереста. Выбраться в Сахалину можно только на самолете и на пароме. Зимой из-за погодных условий аэропорты, морские вокзалы могут быть закрыты на несколько дней, в результате чего полностью теряется сообщение с материком, а туристы и жители остаются в плену у острова. А в завершение посмотрите на сахалинский восход солнца. Ведь утро нашей Родины начинается с Сахалина. Продолжение следует...